всем добрый вечер рада всех приветствовать наших зрителей всех кто подключается присоединяется всех кто нас смотрит в записи меня зовут анастасия бавинова я журналист вам и и сегодня мы с вами проведем этот рождественский вечер а вот наш гость уже подключается к нам и всех приветствую напишите пожалуйста хорошо ли меня слышно и видно здравствуйте отец тахи разобраться со звуком что-то меня звук отключился мы слышим вы меня слышите секундочку секунд дорогие наши зрители которые подключаются напишите пожалуйста нам держите нас в курсе нашей связи чтобы вы нас хорошо видели слышали мы сейчас настроимся подготовимся и проведем чудесный воскресный вечер вместе так у меня тестахи пока что пропал тестахи с возвращением да 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 у меня что-то не запускаются наушники это конечно отец тахи вы как еще давайте еще попытку сделаю ну на самом деле так вас хорошо слышно так извините нас пожалуйста за наши небольшие технические неполадки вообще я очень хотела всех поздравить с наступившим жидеством христовым которые мы так ждали а сейчас уже совсем скоро крещенский сочельник и святое появление вот в эту рождественскую неделю в это время празднования мы хотим с вами сегодня поговорить о чудесах нашей жизни потому что мне кажется что вот в этот рождественский период мы все как-то особенно говорим о рождественском чуде и все его очень ждем пока мы подключаемся я буду очень рада если вы расскажете или просто напишите отметитесь происходили ли чудеса в вашей жизни и и насколько часто с вами это случается это большие чудеса или маленькие какие-то ежедневные я вас вижу но сейчас не слышу вот теперь слышу да давайте попробуем вас хорошо без наушников слышно на самом деле только так будет слышно и всех моих детей параллельно мы не против ну ничего тогда с фоновыми шумами давайте давайте отец таки представьтесь пожалуйста священник стахи колотвин настоятель храма воздвижнее креста господня в митине занимаюсь строительством храма занимаюсь проповеди христа иногда как и все батюшки хожу там размахиваю кодилом крапилом тоже так к людям вот сейчас тоже поэтому позже собственно эфир пришел воскресенье такой ударный трудовой день но больше всего я люблю болтать это такое наказание мне но которая вот надо только повернуть в нужное русло поэтому надеюсь мы тоже с с вами пообщаемся сегодня поговорим ну и тем более поскольку у нас есть профессиональный журналист интервьюер то он я думаю справиться справиться с тем чтобы меня на паузы разбивать хорошо я буду стараться это делать вас очень не хочется обычно останавливать эти стахи у вас такая такая прекрасная речь льется я предлагаю вы пока расскажите о чем мы будем говорить я сейчас но мы пока подождем от составе и подождем всех наших остальных зрителей и слушателей которые к нам все еще подключаются я вижу что вы здороваетесь я так рада всех видеть это вообще очень приятно видеть от вас обратную связь если вдруг кто-то еще не знает про нас про журнал фама то это журнал который рассказывает о вере нашем современном мире и поднимаете вопросы которые волнуют вот каждого из нас и сегодня мы хотим поговорить о чудесах нашей жизни которые мы надеемся все таки случаются но вот мы конечно хотим сегодня больше скорее узнать у батюшки случаются ли они или нет и если они случаются то каким образом отец тахи его готовы лично я начну тогда с такого общего вопроса а вот расскажите пожалуйста в целом что такое чудо каким образом она может присутствовать сегодня в нашей жизни какова его природа и механизм есть ли он вообще этот механизм у чуда вот да ну возьмем так начнем грубо и аналитически если ты какую-то ситуацию хочешь разобрать раздели ее на части собственно это есть научный анализ что в естественных науках он что в гуманитарных науках и даже в богословии тоже точно так же надо подходить потому что чудеса прежде всего бывают двух типов нарушающие законы мироздания ну такие привычные законы неважно какие физики биологии но чаще всего либо чудеса которые не нарушают никаких законов природы но при этом являются настолько чудесным стечением обстоятельств что но спрогнозировать что они именно произойдут в такой последовательности именно для нас и окажут влияние на нашу жизнь ни в коем случае нельзя а уж тем более смоделировать это обычному человеку то есть господь на самом деле его любое действие в мире это настоящее чудо потому что действия в мире бога в нашем грешном мире несовершенность самого всеми чуда мы его не заслужим мы люди грешные мир лежит во грехе и господь приходит и действует в нем вот это настоящее чудо нам же конечно приятнее истолковывать чудо все-таки как нечто такое что нам приносит всякие плюшки ватрушки с небес нам очень приятно приятные чудеса что вот дошел и тут с неба посыпался дождь и то когда ветер в одну сторону дул то дождь из евро когда в другую то дождь из доллара всыпется на нас да там а когда земли подбираешь там и швейцарские франки там оказывается вот но на самом деле может чудо быть ровно наоборот палился на нас кислотный дождь мы там полосели и поэтому полосели к нам волосы не забрались какие-нибудь еще паразиты и поэтому мы спаслись и не умерли так что иногда чудо надо смотреть что-то несчастное в нашей жизни случилось нам кажется ой как плохо на самом деле настоящее чудо но это чаще всего то что даже в интернете абсолютно далеком от христа можно найти этой истории про людей которые опоздали на поезд или на самолет который потерпел крушение вот это да люди берут и злятся злятся а потом ой слава тебе господи я опоздал на рейс но это то что называют божьим промыслом еще но боже любое чудо боже промысл просто вот я почему и начинаю с этих чудес неприятно потому что приятные чудеса они увы могут быть не от господа могут быть псевдо чудеса да потому что господь в евангелии говорит что восстанут лжехристы и лжепророки многих уловят много может быть чудес действительно силобесовская какие-то явления делает могут быть чудеса которые просто люди там искусственно моделируют ну вот очень популярны собирают рейтинги всякие шоу про экстрасенс и так далее но там-то все постановка все игра сценаристов режиссеров и там подсказки какие-то делаются вот могут быть действительно и чудеса что человек сам жаждет настолько чудо что он себе его рисует как например человек увидел как какое-то облако его ветер сдувает и он такое это не облако это там ангел или богородица там над почаем и ну или столько всего всякого и чепухи а просто проблема в том что если ты потребляешь что-то вредное тебе для полезного не остается место вот человек думает я буду потреблять исключительно там с гмо фастфуд и так далее ну иногда буду питаться правильно нет ну просто ты уже если наелся ты не захочешь ничего правильного потом съесть точно также если человек берет и думает ну надо познакомиться шедеврами мирового кинематографа за что там дают золотую пальму ветер в каннах а тем не менее взял и завис на каком-нибудь канале где комедийный сериал идет то уже он и это не потянет а если человек зависнет на видео в тик токе или в рилсе будет по 15 секунд там смотреть то он даже и сериал комедийный на тупом канале то не осилит уже то есть вот точно так же с чудесами если человек начинает гнаться за чудесами и начинает их выискивать что вот где-то какое-то облако ему там помахало ручкой то это увы ты можешь не заметить настоящего чуда не заметить что чудеса постоянно происходит что вот господь берет и так все делает господь как великий архитектор мира он никогда не делает ничего для отдельного человека но когда отдельный человек в итоге в результате действий всех окружающих людей их грехов их добрых поступков там природных явлений оказывается в каком-то месте в какое-то время с ним что-то происходит или что-то не происходит это уже чудо божие уже и наш мир вот состоит из этих чудес другое дело что чудеса они тоже бывают разные потому что господь даже вот в евангелии говорит людям которые собрались и говорит вы собрались не ради чудес а потому что ели хлеб и насытились умножение хлебов которые имеется ввиду то что господь взял из пяти хлебов накормил 5000 мужчин а помимо них еще какое-то неизвестное количество женщин и детей учитывая что семьи были многодетные то там может и 20 тысяч человек было да то есть люди им не особо даже радостно смотреть как рядом с ними исцеляется их близки им приятнее вот мне достался кусок хлеба и рыбы на халяву да что вот как-то что-то я вообще не потрудился а уже у меня что-то есть вот вот такое как раз господь уже показывает что не нужны более серьезные чудеса охота что-то такое либо развлекательного характера чтобы меня что-то пораду либо для того чтобы без труда ловилась рыбка из пруда то что если господь наберет берет и нас удерживает через какие-то испытания от греха нас наоборот обижает человек берет и устраивается на какую-то работу думаю твоя хорошая должность хорошая зарплата и я самый лучший кандидат а я взяли не меня взяли чего-то там племянник так в итоге племянник на этой работе там может какими-то откатами заносами занимается да душу свою губит зарабатывает большие деньги попадает в ад а ты стоишь и горюешь он мимо тебя проезжает на большом джипе и вот на этом джипе он когда рассекает тебе кажется вот чё же чудо-то не произошло я же должен был быть а тут вот как-то нет господь тебя уберег господь тебе помог господь тебе действительно уже дал нечто такое которое почувствовать можно только если сердце не расслаблено вот такими псевдочудесами не нужно как ударяться в какой-то мистицизм вот мистику искать какие-то особые духовные явления вот мы знаем перед революцией серебряный век очень все старались искать а вопрос а почему да надо глянуться на церковную обстановку потому что церковной жизни был формализм люди приходили в храм каждую неделю ходили в храм никто не причащался но если ты приличный человек чтобы тебя уважали вот как сейчас в америке любой кандидат президенты в мэр в муниципальные депутаты если он там храм не придет но за него только ну где-нибудь там разве что в нью-йорке и в калифорнии проголосуют там как бы ну совсем уже каких-то таких местах радужных а вот обязательно нужно на службе быть но при этом люди лучше не становится просто вот они где-то отсижу и когда у тебя твоя духовная жизнь какая-то регулярная на сводится к ритуалам к обрядам к выставлению свечек или даже к тому что вот регулярно прийти и зачитать список грехов на истории который не меняется годами то тогда тебе святое место пусто не давать не бывает тебе захочется чего-то другого искать и ты можешь найти некий суррогат вот этого чуда который будет от силы бесовской причем как мы помним господь недаром евангелие говорит о лжехристах и лжепророк потому что эти явления силы бесовской ты можешь найти и даже в церковной действительности вот уже один ребенок голова появилась вот так мы рады его тоже приветствовать будем рады с ним познакомиться это глиб глеб с рождеством тебя христовым он на самом деле не очень скромный мальчик но сейчас он притворяется что он как будто такой ангелук и я самый маленький же есть ну он уже нашел все эти слайки следующий прямой эфир мы проводим в большой компании ваших детей дата знакомства да специально да я как а как раз вот тоже в чем и чудес кто начинает искать вот эти побочные как мистические чудеса в его входит и ну и суеверия с другой стороны потому что есть человек склонен какой-то излишней мистике то он начинает излишне эту мистику и становится жизнь например люди берут на я знаю действительно людей такого ну можно сказать выше среднего достатка которые никогда фотографии своего ребенка в соцсетях нигде не опубликует но просто они в сфере безопасности боятся что их ребенок будет на виду где-то его там выцепит что он не сможет там спокойно в торговый центр отпустить да там гостилы хранители и так далее а другое дело бывают люди они даже хотят выложить фотографии там из роддома выкладывают фотографии вместо лица там будет какой-нибудь там смайлик да то есть вот ну какое-то суеверие потому что если ты начинаешь искать ложные духовности ложного чуда то ты под это и подгоняешь свою жизнь если же ты ищешь духа святого его действия которое тебя меняет потому что задача чуда помочь человеку вот кстати очень важно мы там многое говорил всякие сопутствующие вещей об опасностях и так далее но вот все таки по существу чтобы не только от противного почему господь чудо делает господь просто и в евангелии и ветхом завете и после вознесения господа небеса и всегда вот когда со святыми прикасались любое чудо призвано укрепить нашу веру но не заставит нас поверить именно поэтому господь не давал знамени с небес парисей а именно дать возможность вот этим росткам нашей веры чтобы их жестокие ветра жизни не задуль да чтобы вот как в теплице вот сейчас уже многие мои прихожане они там начинают хотя может еще не начинают это у меня дачи нет и не было никогда там на подоконнике выращивать рассаду чтобы потом уже вот весной ее высаживать чтобы она окрепла с таких тепличных условиях и господь собственно посылает нам чудеса тоже для того чтобы нашу веру поддержать но для этого она должна быть никогда не бывает такого и не будет такого что веры нет а господь будет чудесами закидывать он обязательно господь с нами вот как есть такой святоотеческий термин заработничество некоторый труд мы берем и без чудо просто начинаем верить искренне доверять богу господь чуть-чуть чудом укрепил мы начинаем дальше двигаться больше наша вера. Господь большим чудом может укрепить. И другое дело, что не будет такой вот постоянной торговли, потому что я уже столько лет верю, а что-то чудеса когда-то были, сейчас не случается. Так к хорошему быстро привыкаешь. И уже не считаешь за чудо, что если ты берешь, опаздываешь на работу, и автобус, который ходит раз в 10 минут, пришел как раз ровно, когда ты на остановке. А если бы он пришел на минуту раньше, то ты бы опоздал на работу на 9 минут. Да, уже на следующую. То есть и для тебя это абсолютная норма. А во всем нужно видеть вот это чудо. Но чудо не в плане мистики, а в плане того, что вот я где-то расслабился, не доработал, а Господь все равно все устроил в лучшем образом. Вот на самом деле таким поделиться можно чудом, который как раз из серии того, что нету никаких нарушений законов физики. Я там о чем-то вот как раз, что Анастасия выбрала для публикации, написал тоже даже пару раз за последние дни о некоторых чудесах таких, которые маленькие, как совпадение. Но на самом деле... Но на самом деле... Но на самом деле... Можно я вас на секундочку прерву? Я на всякий случай скажу, напомню всем, кто к нам сейчас заново подключился, продолжает подключаться. Мы всех приветствуем, очень рады видеть, тебя слышать. что мы сейчас говорим о чудесах в нашей жизни, пытаемся разобраться с его природой и механизмом, вот в такой прекрасной компании от Астахи и его сына. Я хочу просто напомнить всем нашим зрителям, что они тоже могут задавать свои вопросы, я их все вижу, и в конце эфира обязательно задам, или вот на протяжении эфира. Вообще, у меня уже само родилось очень много вопросов по ходу того, что вы рассказывали, от Астахи. Да, давайте лучше с вопросов, потому что, как я тоже в начале эфира сказал, я очень человек болтливый, меня надо разбивать на вопросы. Хорошо. Ну вот я видела просто, на самом деле, уже нам... Да, эфир обязательно будет сохранен, но я уже видела как раз комментарии, спрашивали нас о том, чтобы мы пояснили на примере жизни про чудеса. И действительно, мы решили поговорить на эту тему, когда увидели пост от Астахи, историю из вашей паломнической поездки. Вот если можете, расскажите ее, пожалуйста, вкратце и поясните, что для вас здесь являлось чудом. Да, действительно, мне очень сложно написать любую публикацию, потому что я человек разговорчивый, а количество печатных знаков в Инстаграме строго ограничено. И поэтому сейчас, вот видите, даже вместо того, чтобы рассказывать вместо карьер, я такие всякие предисловия говорю. Так вот, мы с нашими прихожанами ездим регулярно, стараемся где-то раз, две, в три недели выезжать в однодневные паломнические поездки по субботам. У меня уже несколько батюшек в нашем строящемся храме служат, поэтому есть возможность во время всеночного бедения мне периодически отсутствовать. Поэтому мы ездим, ездим иногда, но чаще всего в Московскую область, иногда выезжаем за ее пределы в соседние регионы, а вот сейчас были новогодние праздники, и мы решили рвануть аж на север Орловскую область. Один день были с группой прихожан, и у нас был автобус, а на второй день осталась, ну, совсем маленькая группа, которая, ну, не в силах мы были совместными усилиями арендовать себе микроавтобус, поэтому мы просто по Орлу, по городу ходили, гуляли по центру. В центре Орла, как и в центре Москвы, в центре любого исторического города храмы достаточно близко. Их можно обойти. Но поскольку уже у нас ограниченный запас времени был, надо, у нас обратные были билеты на поезд, там до Тулы, от Тулы у нас был заказ и трансфер, то есть, в общем, все было очень сложно в плане обратного пути, и уже надо было ускоряться. Вначале мы ходили неспешно, там по набережной, уточек посмотрели, потому что я вначале, когда был такой более молодой, более такой батюшка строгий, может, я такой, какие уточки, еще в один храм пошли смотреть. А сейчас уже, видимо, старею, и сам тоже, ой, какие уточки, ох, надо их сфотографировать так, чтобы еще и храм попал вместе с уточками в кадр. Ну и начались храмы, которые уже не совсем рядом, до которых надо добираться на транспорте. Поскольку нас было немного, мы просто заказывали две машины такси, одни в одну машину садили другую в другую и доезжали такими мелкими перебежками. Я тоже просчитал вот некоторый такой путь, как по часовой стрелке. То есть, поехали на 9 часов и дальше так объезжать, объезжать по кругу орла, чтобы потом вернуться за вещами и поехать на вокзал. И поэтому я каждый следующий наш шаг из того, что было запланировано, там вот был кладбищенский храм, он толком не закрывался, сохранил дореволистонную бранство. Кроме того, там герои русского народа, генерал ярмолов, да, чью там как бы память военную я тоже очень там почитаю. Человек не святой жизни, увы, там в личной жизни у него своеобразно было, но для русского оружия и для славы многое сделаешь. Потом надо перемещаться, переместились в мужской монастырь. Тоже переместились, храмы все закрыты и тоже уже маленькие чудеса начинаются. Уже думали уходить, подошел человек, отвел нас к какому-то монаху, монах портом нашел дежурный, который ушел обедать и нам открыли храм. И тоже мы попали в замечательный храм монастырский, там тоже помолились, ну и просто немножко согрелись, потому что мороз был как раз 18 градусов, долго не погуляешь так. И вот уже некоторые преддверия чудо. И нам оставалось немножко времени до отъезда и два очень важных места, где такие почитаемые святыни. Я как раз не сторонник, что ой, поехать к какой-то там чудотворной коне или там вот именно к чьим-то мощам, потому что главная святыня это храм, в нем тело и кровь Христова. А тело и кровь Христова на престоле любого храма это больше святыни, чем мощи иконы все вместе взятые, потому что это сам Бог, сам Господь приходит. Но тем не менее, поскольку, ну и ничего против не имею, почитаемых чудотворных икон, и наши, конечно, там прихожане тоже хотели поклониться, то отправились мы сначала в монастырь в женский в Орле, но до этого я хотел направиться в Ахтырский собор. Ахтырский собор, там Ахтырская икона Божией Матери. Ахтырская икона Божией Матери, почитаемый образ, и он тоже, я не знал, я не был никогда в Орле, не знал, как он хранится, но я думал, как, вот я был чтецом в Боговиленском соборе, в Вилохском, да, что там вот иконы, к ней можно круглый день подойти. То есть ты пришел, храм открыт, подошел, в святение помолился, ушел. Поэтому у меня не было никаких соображений, я только рассчитывал по времени. Смотрю, ближе всего к нам Ахтырский собор. Набираю в двух приложениях известных вызов такси до Ахтырского собора, ввел адрес везде. И тут я начинаю думать, так, нет, монастырь-то женский он дальше, чем собор, но потом от него будет неудобно вещи ехать забирать. Поэтому думаю, дали-то мы сначала вот дальше проедем, а потом будем возвращаться через собор за вещами и успеем ровно на вокзал. Ну, в итоге, чем закончилось сразу, что мы успели даже минут за семь до прихода нашего поезда очутиться на вокзале, что, в принципе, по нашим показателям много, потому что я люблю там догонять там поезд, запрыгивать на ходу и так далее. Но когда все-таки со мной более возрастные, особенно прихожанки, я стараюсь хотя бы минут семь, чтобы было запасом. Вот. Что я никак не могу понять, когда люди едут там в один монастырь на целый день, и там целый день ходят кругами. Вот это как раз, мне кажется, нерациональный момент. Так вот. Возвращаемся. Ну, я думаю, что мы с вами еще, да, мы еще с вами поговорим про паломнические поездки. Да, да, да. Момент, момент чуда. И я уже вбил адрес, остается только вот, причем вбить адрес я старался не просто адрес, а там, чтобы именно точку, чтобы подъехать в нужное место, чтобы не обходить монастырские стены кругом. То есть это было, ну, время логистика. Да. Кроме того, надо понимать, что это я еще вбивал на минус 18 градусов при закрытом храме в мужском монастыре. То есть я периодически палец у меня там переставал гнуться, и там надо было другой рукой там вбивать, например. То есть это время, это то, что вот в пост не уместить публикацию в Инстаграме. То есть это действительно, ну, такой труд был паломничный. Сейчас вот паломничный труд не то, что идешь пешком через мороз, а то, что приложение вызываешь. И тут я все-таки взял и поменял. И поехали мы сначала в женский монастырь. Кажется, а в чем здесь чудо? Приезжаем мы в женский монастырь, выясняется, что в женский монастырь служба начнется в нижнем храме, в зимнем храме, только в 5 часов. Да, у нас времени ждать нет. Но мы пошли и стали искать, где бы нам как в храм попасть. Приходим в верхний храм, который закрыт, который до Рождества, это было до Рождества, не должен вообще открываться. Но там пришла женщина, чтобы храм украшать. И в итоге мы там позвонили, она позвонила, нас спустили, мы зашли в верхний храм, а там тоже почитаемый образ Прецвятой Богородицы, Балыкинская, если я вот могу ошибаться в названии, Балыкинская икона Божьей Матери, список. Ну тоже чтимый именно в Орле список, древний, дореволюционный. И то есть мы попали, приложились к этой иконе. Если бы мы пришли, наоборот, поехали сначала в собор, а поехали в монастырь, потом мы бы пришли, был бы открыт нижний храм, мы бы в нижний храм зашли, и помолились. Но верхние ко святыне мы бы не поднялись и не попали. Ну у нас даже такого запроса, ну как, ну зима, ну закрыт храм, в нижнем помолились. Но на этом не все. После этого мы сели на такси, доехали тоже уже до Ахтырского собора, приходим, ищем икону. Ищем, что-то не видно, но спросили, где. А нам говорят, вот она, над царскими вратами, висит. На лентах, на таких красивые иконы, ну вот под небесами где-то. Я говорю, а, ну как к ней там приложиться? Вот в католическом мире, там в Риме ты приходишь, действительно наши такие древние иконы византийские, они правда так и висят. У католиков нет традиции прикладываться к иконам. Но все-таки нам, православным людям, охота проявить свою любовь, как мы, любовь любимого человека, что обнимаем, целуем, вот так мы точно так же приходим, Богородица к ней приложится, тоже там прижаться к Божьей Матери, тоже о чем-то попросить. И, ну тут нам говорят, не беспокойтесь. Вот сейчас как раз к пяти часам придет батюшка служить службу, и он сможет спустить икону. И правда, там без десяти пять батюшка приходит, спускает икону, там включается механизм какой-то, опускается, мы к ней приложились, потом вынес еще руку святителя Тихона Задонского. В советские годы мощи, поздние советские годы туда отдали запасников, они там покоились, потом их при открытии монастыря, мой господи, по-моему, Феофана Затворника, Феофана Затворника их вернули, а там осталась тоже вот такая вот святыня, часть мощи, рука святителя Феофана Затворника, и тоже приложились. А тут тоже, если бы мы поехали вначале в Ахтырский собор, нам бы сказали, только к службе придет батюшка. Но у нас был бы выбор, либо действительно стоять ждать, либо сказать, ой, не, мы не можем, нам надо еще женский монастырь посетить, Балыкинской иконой поклониться. Мы бы уехали в женский монастырь, в итоге мы не поклонились, не приложились ни к Ахтырской иконе, ни к Балыкинской иконе тоже бы не попали. Просто если бы вот мне, ну, как бы, может сложно сказать, неужто Дух Святой будет заниматься подсказками, как переставить маршрут там в приложении в такси. Но нужно сказать, что для Господа мелочей нет. Он все хочет сделать, чтобы нам помочь. И нам, на самом деле, точно так же надо относиться к ближним, что не то, что, ой, ну это же, ну, как бы мелочь, не важно. Нет, в любых, если мелочах мы будем вот как-то там стараться вот действительно как пылинки сдувать, не баловать человека, а правда вот где-то заботой, с тонкостью подходить, то это действительно будет у нас рай на Земле. Но пока рай на Земле нет, ну, хотя бы людям окружающим, окрестным тоже вот так помочь. Это действительно, почему это чудо? Чудо, потому что чудо, оно укрепило веру. Чудо то, что заранее просчитать такие обстоятельства я не мог. У меня не было исходных данных. Где висит икона? Какой храм открыт нижний, верхний и так далее? То есть это человек неверующий, у него всегда чудо не ограничивает, не заставляет верить. Неверующий человек скажет, ой, в течение обстоятельств. Суеверный человек скажет, это звезды там сошлись, Марс и Юпитер залетел, и там как бы гравитация подействовала, звездная пыль, и вот там как бы чихнул и переставился маршрут на морозе. Но для человека верующего, конечно, это настоящее действие силы Божьей. Господь видел наше стремление. Кроме того, я вполне предполагаю, что это не то, что мое стремление. А стремление может, поскольку, ну да, я там, я бы не расстроился, если бы я не приложился к одной из икон. Ну вот правда, я уверю, что даже если ты не прикладываешься к иконе, а я только увидел, помолился, представь, Богородица только тебя услышит. Более того, даже если ты не можешь встать и болеешь дома, лежишь на одре, и никуда не подъехал, и никогда в Орле не побываешь, и как ты в скриконе Божьей Матери не приложишься, все равно тебя Богородица будет слышать не хуже. Но я думаю, что из наших более возрастных, вот, поломлись прихожанок. Кто-то наверняка был, кто очень хотел, кто может ради этого в Орле поехал. Говорит, ох, как ты в скриконе Божьей Матери попали. Вот этот человек молился, и по его молитве, да, там, уже Господь вот такое чудо совершил. Пусть для меня оно не очень актуально, мне просто приятно, мне там появилось, что там, написать пост в Интеграм, лайки какие-то на этом собрать, но тоже, видите, маленькое чудо для меня произошло. И чудо то, что мы сейчас с вами вот прочитали ваш пост, встретились с нашими зрителями, с вами, тоже чудо. Но отец Тахи, действительно, вот, человек, который далеко от церкви послушает вас, скажет, ну, какое-то чудо. Вот раньше, допустим, говорилось и писалось, что там воды расступались, что мёртвых воскрешали, а сейчас вот только к кончикам направляют. Вот почему сейчас Господь так явно не являет нам чудеса? Ну, на самом деле, потому что мы, Господь нам очень явно явил чудеса. У нас не ушло чудо воскрешения из мёртвых людей. У нас некуда не ушли чудеса по исцелению, по тому, как хромые начинали ходить. Это всё осталось. То есть мы уже, это всё равно, что сказать, вот, например, наследник очень богатого рода и говорит, ой, у меня там отец с одного доллара построил бизнес-империю на миллиарды, а я всего лишь с шести миллиардов до семи заработал. Как же это так? Почему меня Господь отвернулся так не любит? Да, вот мой отец, он своё состояние приумножил в миллион процентов, а я приумножил только там на какие-то жалкие там 10-15 процентов. Почему это так происходит? У нас древние чудеса никуда не уходят. Господь нас благословляет и то, что он нам через Евангелие обращается и о чудесах евангельских говорит, это те же самые чудеса, которые мы веру укрепляем. То, что в принципе люди отстояли от концентрации чудес во время земной жизни Христа, она была просто поразительной. То есть это не было никогда в истории. И собственно, что человек живёт спустя там 10 лет после Вознесения Спасителя и уже не видит такой концентрации чудес, что мы живем спустя две тысячи лет, что человек будет жить там через, если мир не сгорит, там ещё в огне, Господь не придёт на страшный суд, там через 40 тысяч лет, через 20 миллионов лет будет человечество жить, читать Евангелие, то точно так же Господь эти чудеса нам оставляет. Почему, однако, может зависть такая возникать? Ну, или почему такой вопрос возникает? Ну, как раз из-за той самой зависти. Вот мне охота, чтобы у меня был, мне не охота и чудеса про такси, мне охота, чтобы вот там болячки мои прошли. Самое главное, что такие чудеса тоже рядом встречаются. И может по количеству их даже больше, чем во времена Христа, по удельному весу может меньше. Ну, население Земли выросло просто в десятки раз. А количество верующих людей тоже выросло. Да, вот сейчас там даже на нашем любимей телеканале «Спас» есть там передачи там о чудесах. Есть, да, люди помолились, и тоже какое-то чудо произошло. Знаю я ситуации с исцелениями, знаю, да, знаю я какие-то чудеса, которые в чём-то даже вот, ну, трагические, одно из таких настоящих чудес, которые вот меня вдохновляют, как тоже подруга моей мамы Екатерина, мать пяти детей, как у неё во время пятой беременности рак, четвёртая стадия, ей говорят, что там всё, ты умрёшь, а там давай травить химией, ну, чтобы ребёнок тоже умер. Она, как православный человек, отказалась. И вот чудо, она прожила ещё после этого, ну, считай, восемь лет. До семи лет весь младенческий возраст свою дочку она прорастила. А потом она всё равно умерла. Ты можешь сказать, ну, где ж тут чудо? Так чудо-то действительно, она должны были сказать, ну, ты через месяц там умрёшь, если лечение не принимаешь. А она действительно и родила, и здорового ребёнка, и прожила, и своих детей старших с детского возраста до подросткового вырастила, младших там с рождения до младенчества. То есть всё равно чудеса, можно говорить, ой, мне, Господи, всё равно будет мало. Но такие чудеса и с исцелениями, есть чудеса и с исцелениями абсолютно. Там у меня духовник отец Тихон Зимин, я у него с одиннадцати лет уже, я всегда говорил, о, сейчас ровно двадцать лет, ну, там, а ещё уже всё там сколько получается. Двадцать два года исповедствует батюшка у одного и того же у меня духовника. Да, и вот он как раз решил принимать там и священство, и монаш, то самое главное, да, как раз тоже выстрел, тоже болел. Сказал, Господи, ну вот, правда, смогу идти ещё послужить. И правда, вот служит. И на самом деле такое сплошь и рядом, это я вот, поскольку не увлекаюсь, я никаких чудес не ищу, не опрашиваю. Более того, вот как раз мы должны про опасность вот этого поиска чудес в облаках я говорю, но куда опасней, например, можно встретить в интернете, в Инстаграме, на Ютубе, там прям заявки. Ой, вы к нам приехали, вы у нас тут помолились, присылайте описание чудес. И человек думает, ой, я съездил куда-то, приложился к какой-то иконе, и у меня что-ли чуда не произошло, дай-ка я что-нибудь. И даже человек не придумывает, а начинает осмысливать, ну и что-то писать. Ой, это произошло из-за того-то. И таким образом, это просто некоторые рекламные акции. Более того, ну зачем? Вот мы в Инстаграме находимся, тоже кто православный Инстаграм видит, православный Инстаграм, вот в это тоже сплошь и рядом можно вляпаться. Ой, смотрите, мы там вместе молились в каком-то особом чате, и вот у вас произошло. Давайте вы разлекламируйте, напишите, чтобы еще больше человек втянулось, чтобы с них какая-то там платная подписка и так далее. И вот таким образом тебе предлагают, человек уже привык к платным подпискам. Ты берешь, оплачиваешь интернет у тебя за месяц, телевидение такое. Ты можешь себе оплатить тоже какой-нибудь там бассейн, фитнес, еще всякие. А где здесь эта грань? Как вот понять? Если тебе предлагают присоединиться к некому элитарному сообществу, где будут происходить чудеса, по совместной молитве, по молитве, по соглашению. Как помните, один священник был лишен сана, как раз он через социальную сеть YouTube, через видеопортал раскрутился и обещал особые практики, особые молитвы, по особой молитве, по соглашению, да, выстрелил целую еретическое сообщество. Да, в итоге он был лишен сана. Были люди, которые, даже мы знаем более трагические ситуации, что даже после этого человек не каялся и отлучался от церкви. Да, как вот в ситуации там тоже под Екатеринбургом была такая ситуация. Тоже, если тебе говорят, вот нет, тебе надо съездить куда-то, например, в Ивановской области, я помню еще, даже диаконом не был, учился еще на богословском факультете, мне один друг говорит, ой, мне там одна наша прихожанка сказала, поехали в Ивановскую область, там есть такой отец Иоанники, Чихачева, а я, ну, ничего не слышал. Я звоню своему однокурснику, у которого отец служит в Ивановской области. Он говорит, то Ивановская область, там вот прям труба, там что ни село, то регион очень бедный, сами батюшки не кормятся, поэтому все через одного стали старцами. Особая молитва. И вот, вот, когда ты ищешь чудо именно для себя самого, а не ищешь чудо, потому что вот Господь, Он не делал чудо для кого-то, Он шел и для всех его совершал. Если тебя приглашают куда-то специально приехать, вступить в какое-то сообщество, поехать на каком-то автобусе, чтобы получить какую-то особенную молитвенную вещь, которую ты не получишь в своем храме, значит, уже тебе туда ехать не надо. Это не значит, что те люди, которые тебе говорят, они тебя обманывают. Они могут сами обманываться, могут сами в это верить. Просто вот вопрос. Извините, пожалуйста, что я вас перебиваю. Вот действительно есть такие туры по старцам. Вот или там говорят, что вот есть такой прозорливый батюшка, и к нему нужно поехать. И вот у тебя свой вопрос какой-то есть, неважно, бытовой он или какой-то очень серьезный, там, касательно жизненных перемен серьезных. Вот ты поезжай к нему, и он тебе там помолится, скажет волю Бога. Вот что не так в этом утверждении, в этой установке? Вот стоит ли вообще ездить по таким поездкам? Есть ли действительно такие батюшки? И как если ездить, то как это делать правильно? У меня есть частное богословское мнение, что вот старчество это явление кратковременное, которое дается для восстановления чего-то или в преддверии какого-то страшных вещей. Вот мы вспоминаем Паисий Величковский. Вот традиция монашства, вот Сергий Радонежский, такой расцвет монашства, потом угасание. И вот Паисий Величковский начинает возрождать афонские традиции на Руси, сначала западной Руси, и вот потихонечку докатывается до нашей, до центральных областей территории современной Российской Федерации, да, границы-то тогда совсем другие были все. Вот тоже некоторые такой феномен. Потом раз, не возрождение, а преддверие. XIX век, уже жизнь формализировалась, храмы процветают, строятся монастыри, пудовые серебряные оклады на всех иконах, вот а люди действительно, а революция не за горами. И готовит русский народ, чтобы вот как раз поколение новомучеников, оно подготовилось за счет того, что были на фоне массы требоисполнителей архиерейских хоров, там вот просто изумительных крестных ходов, где там сотни тысяч человек могли принимать участие. Что вот были те люди, которые могли своим незлобием как-то любого сердца коснуться. И потом, точно так же, я считаю, что и по окончании советского времени, что тоже Господь дал таких людей, вот старцев, которые смогли. Вот обычный человек, он не может взять, ну больше там исследования проводил наш светотехновский университет, но что нормально максимум для священника окормлять 500 человек. То есть, если священник говорит, я духовник 1000 человек или 500 одного даже, скорее всего он врет, уже значит кому-то он точно не духовник. Потому что это невозможно для нормального священника вот всему время держать в голове, в сердце ситуацию большего количества людей, по-человечному. А что Господь вот таких действительно людей дает, и там как отец Иоанн Кристианкин, отец Кирилл Павлович. Кроме того, надо смотреть вот на то, что предшествует этому. Потому что ты открываешь про отца Иоанна Кристианкина вот выписки из, которые вот есть там архивный доклад уполномоченным по делам религии. Да? Отсидел и отец Иоанн в лагерях. Вышел. Радостный ходит, из храма не уходит, со всеми беседует. Ему говорят, ты отпивай ни с кем не беседу, он не слушается. Что делать? Рапортует уполномоченный по району, уполномоченному округу. Да, мы видим, что человек, прежде чем Господь ему дал дары, как он жил. А если неожиданно вот кто-то пришел и там раз с места в карьер там откуда-то стал старца, ничего не известно никогда, нету за этим никакого усилия. Мы знаем даже по древним потерякам, что там человек пришел, подвязался, там боролся с одной страстью 20 лет, с другой 30 лет, и потом даже чуть ли из монастыря не хотел уйти, но потом победил, и вот ему уже сколько-то лет, он действительно начинает какие-то чудеса творить. Но никогда это не бывает искусственно, что я кому-то приеду и что-то получу. Прежде всего, кому точно не надо ехать к старцам, кто в принципе в храм не ходит. Если ты не исповедуешься, не причащаешься, если ты ко Христу не идешь, вот рядом в дом, то тебе точно не надо ехать куда-то за три дня земли. Можешь сказать, не, а вот если я исповедусь и причащаюсь. Тут, опять же, еще надо понимать такая проблема, как старцы по благословению. Есть монах молитвенный, хороший батюшка, хороший духовник, у него, может, есть вот те самые там 300-500 чат, когда он знает, помнит и так далее. И игумен говорит, знаешь что, дружище, монастырь-то надо восстанавливать, а для этого нужен старец. В общем, ты все можешь, больше ты не можешь там полы, не чистишь картошку на кухне, да даже не служить, что ты каждый день на службу ходишь, ну как-то без тебя там кто-то споет, вот молодые батюшки пока едят. Садись вот сюда, ходишь, тут мы тут специально уже выстроили помещение, тут холк большой, тут будут ожидающие, тут рядом мы для них откроем какую-нибудь столовую, еще что-то. И будут приезжать люди и тебе что-то говорить. Батюшка может действительно искренне стараться к всем помочь. Но если к тебе приходят вот тысячи и тысячи людей, то человек уже справляться не будет. И он не сможет войти в ситуацию каждого человека, не может изнать особенности. Потому что вот ездила одна моя прихожанка к одному покойному человеку, пожилому монаху, который пользовался среди части общества, как старец, его почитали. Она приехала и сказала, ой, у меня у сестры, сестра у нее болела, и перед смертью ей ампутировали руку в борьбе с заболеванием. Она приехала и его спросила, а как же она воскреснет на страшный суд, будет без руки. А он ей сказал, да, да, она будет без руки, вот она такая там нечестивая. Может он вообще пошутил, да, может в принципе. Но я-то знаю, что это моя прихожанка, я знаю, что она мнительный человек, что с ней нельзя так шутить. Я сам тоже в принципе пошутить люблю. Но просто вот, и она была в шоке. Она в шоке, и я ее там просто вот откачу, говорю, ничего там на страшный суд, все в новые тела, бессмертные, там все будет хорошо. Да и вообще, самое главное, может и без руки лучше войти, как Господь сказал, в Евангелие, в Царство Небесное, чем с рукой в Гену Огненную. То есть я там, мне пришлось просто там тысячу и одно объяснение, чтобы исправить вот одну ошибку. То есть, и это причем даже, ну может, какие-то еще такие яркие представители. А вот сплошь и рядом. Всегда именно есть опасность, если ты хочешь вип-условие. Причем неважно, какого уровня вип-условие. Потому что к одному и тому же старцу, к нему могут быть дни, когда к нему приезжает там 10 автобусов с паломниками, и что вот только 500 человек вип-условие. А бывают дни или просто вторая очередь с другого крыльца, когда приезжают дорогие Бентли, да, и на них приезжают вип-паломники. Вот мы помним ситуацию, например, когда в самый разгар украинского раскола и настоятель одного из знаменитых афонских монастырей, ну который постарался с раскольниками не служить, но их и не остудил, так на двух стульях. И потом он приезжает в Россию, тот у нас неподалеку, на западе, к Подмосковью, и к нему на номерах АМР, там самые наши властимущие и чиновники, и богачи, все приехали, и потому что они так помолиться хотели. Потому что, нет, вот это для нас, это какие-то обычные нам нужны вип-условия. Нам нужен ресторан с пятью звездами Мишле, да, нам нужен старец, вот который нам сделает какие-то вещи. Кроме того, нужно некоторое смирение, потому что если ты приходишь и у кого-то хочешь попросить духовного совета, а не собираешься его выполнять, то и зачем ехать? То есть само по себе то, что ты где-то очутился, но, да, время там потратили. Поэтому здесь очень и очень надо аккуратно быть. При этом это я вовсе не сторонник того, что надо ходить только там в свой храм. Например, когда я вот выбирал, куда мне поступать. Более того, уже даже я все-таки решил, да, буду готовиться к священству. И правда, вот мама мне подсказала, я думаю, хорошая идея. Я поехал вот батюшек, помимо, причем у своего духовника я подошел, скажу, отец Тихон, не против, я пойду, просто некоторые опросы устрою. Вот батюшек какие, ну, уже такие заслуженные, которые, и при этом меня знают. Хоть как-то. Не абстрактно, вот знаю. Поехал я там к батюшке, который, я ходил в детский сад православный, тоже Бориса и Глеба в Дегуне, батюшка. Он меня, понятно, с детских лет не видел, но все равно как-то вроде он ко мне неравнодушно отнесся. Ему было приятно, что спустя столько лет я там пришел, у него тоже там 10 лет спустя появился тоже. Он мне один совет дал. Поехал тоже, я там, ну, там у Ацартия Владимира спросил, естественно, там, ну и так далее. У всех вот как-то поспрашивал, собрал некоторые мнения. И все равно я принимаю решение сам. И при этом я не ехал к людям, кого я не знал. То есть я там, например, ну, с детства слушаешь отца Дмитрия Смирнова, отца Аркадия Шатована, не владыка Пантелимона, но с ними я в детстве не был, вот в школьные годы знаком, ни с кем. Потом это уже, да, как-то познакомиться довелось. Поэтому, хотя их мнение для меня было, например, важно, ну, их я не стал беспокоить, потому что они меня не представляют, каков я человек, какие у меня склонности, какие у меня слабые седлые стороны, что им, ну, как бы мой вопрос ничего не даст. Тем не менее, иногда имеет смысл и правда поехать посоветоваться со священником, даже который тебя не знает, но именно надо погружать в ситуацию. То есть я тоже помню... То есть это невозможно сделать за, вот там, три-четыре минуты, когда ты приехал, забежал... Да, за три-четыре минуты ни в коем случае. Только если договориться... То есть возьмем беседы, да? Да, вот в частности к отцу Артемию Владимирову, ну, тоже наверняка многие знают, я в детстве ходил на приход к отцу Артемию, то есть вот с таких самых маленьких лет, вот как мой сын приходил, мне на плечо голову клал. И поэтому тоже вот есть ситуация, или, например, кто-то там, ну, из родственников, для кого я не авторитет в силу того, что, ну, просто ко мне относятся, ну, как там, свой вот парень какой-то, что я там просил отца Артемия там принять человека, с ним поговорить. При этом я не считаю отца Артемия за старца, я его, наоборот, очень хорошо знаю, поэтому я тоже все его слабости тоже знаю, просто, ну, вот, действительно я знаю, что если батюшка не набегу, что если он остановится, что он просто вот сколько нужно человеку времени уделит, да, то есть тоже не потому, что я там его считаю старцем. Кроме того, даже по такому же принципу можно сказать, тут дело, что там не в возрасте. Я вот противник формальной исповеди, когда люди приходят и что-то, ну, там, на исповеди зачитывают грех, а потом начинают, ну, еще за одну пару вопросов задать. Нет, если какой-то текущий, ну, еще можно что-то спросить. Если все-таки ситуация более какая-то сложная, то лучше ее просто со священником сидеть. Может, даже священник, у которого ты исповедуешься на бегу, если с ним договориться, батюшка, когда у вас будет время, я подъеду после работы в будний день, сможете мне уделить вот полчасика мы посидим, мне нужно, чтобы вы тоже не на бегу погрузились в свою ситуацию. И вы увидите, что тот священник, который там на службе стоит бедный, потому что ему настоятель сказал, ты каждого исповедуй перед причастием, для галочки, да, что нет у него времени и возможности выслушать, что он тоже вот выслушает. У нас на приходе, я начинал служить одним священником, сейчас нас там, ну, трое на приходе священников, был еще четвертый священник, то есть, ну, вот, увеличилось количество. Я, в принципе, наоборот, ну, тех, кто у меня исповедовался, говорю, идите, батюшки исповедовались, если вам нужно что-то со мной обсудить, спокойно. То есть, я не переживаю, я, например, ну, там, какая-то информационная деятельность, я там служу меньше в храме, чем, там, мой второй, третий лирик, субботние, все ночные, я вот могу, там, с прихожанами уехать, тоже, там, есть люди, которые у меня, там, редко, там, исповедуются, они исповедуются у других священников, то есть, у меня там меньше духовных чад, и я могу сказать, ой, меня там кто-то другой батюшка обогнал по количеству исповедников. Мне это не нужно, чтобы люди подходили и так далее. Но я, и все, однако, из них знают, что вот можно прийти со мной поговорить. Тоже у меня одна женщина ездит с нами в паломнические поездки, и тоже, ну, там были тяжелые ситуации жизненные, она со мной беседовала, она говорит, батюшка, я вот хожу, привык, выхожу, ну, в другой храм, у нас митинг, тоже хороший приход, и там исповедуется тоже у молодого батюшки, у моего ровесника. Она говорит, ну, может, мне прийти к вам на приход и у вас исповедоваться? Понятное дело, что я-то там, как настретил, ой, еще прихожанин там и так далее. Нет, я сказал, нет, зачем? Вам там нравится, вам там по душе. Вы действительно пришли, покаялись, что-то батюшка подсказала, вот начнутся такие же какие-то испытания, вы тоже ко мне можете подойти. У меня есть там прихожане, Митина, вот, а когда ты там снимаешь жилье, ты снимаешь сначала тут, потом там по работе. Я сам, например, в Митине снимаю. Да, вот, тоже один прихожанин раз и уехал на другой конец Москвы, на юге Москвы живет. Я ему говорю, не, вот вы приезжайте ко мне там раз в месяц. Ну, вот он ко мне раз в месяц, раз в два месяца приезжает, исповедуется, мы с ним что-то беседуем, обсуждаем, а так он ходит в храм рядом с домом или там рядом с работой, потому что, ну, ему ехать там не час, а ему ехать, в смысле, там почти час сорок пять. Вот он на самом юге Москвы там живет. То есть тоже такая возможность есть. Точно так же, вот, такой есть соблазн интернет-окормления, но да, я стараюсь отвечать на вопросы. Мне вот пишут на WhatsApp вопросы, потом я о них забываю, не слезаю, потом человек напомнил, я спустя там полгода иногда отвечаю, но все равно стараюсь там продумать, ответить не набегу. Но вот когда с москвичам чуть-чуть проще, потому что кто-то берет и ко мне тоже там, ну, как говорят, из подписчиков. Приехал и тоже побеседовал. Побеседовал и при этом тоже ни в коем случае, опять же, где надо насторожиться. Если ты приехал куда-то, а те говорят, делай однозначно так, а не оставляют свободы выбора, значит, уже дело нечисто. Господь нас сотворил свободами, ни один священник, даже с самой седой длинной бородой, не вправе сказать, ты обязан так сделать. Всегда свобода остается. Если тебя ставят перед фактом, вот ты должен что-то сделать, значит, надо срочно бежать. Не ругаться, не говорить, ой, батюшка, вас вычислили, вы лжестали. Нет, а просто сказать, ой, да, спасибо, спасибо за совет, до свидания, и там отрес прах и ушел. Вот все, спокойно, высвоясь. Не нужно вот никакой искать эксклюзивности и не нужно ни в коем случае делать ради развлечения. И еще не нужно уклоняться от ответственности. Потому что очень часто на священника хотят переложить ответственность. Причем зачастую в таких вопросах, которые священник не разбирается. «Ой, батюшка, мне сейчас вот партию везти на контейнер такого груза или такого, я не знаю, что там в цене пойдет, вот благословить». Это такой... Ну, не, иногда ты читаешь какую-то там РБК, читаешь, и ты действительно можешь чем-то поделиться. Но ты делишься и говоришь, ну, я-то там на РБК что-то прочитал, а вы-то в этом с утра до вечера живете. Как я вам что-то подскажу? Я помню историю на одной трапезе рассказывал попечитель Святтихновского университета, такой очень обеспеченный человек. И он говорит, однажды отец Владимир Воробьев, ректор Святтихновского университета, вот он мой духовник, мой батюшка, но когда я ему говорю о каких-то деловых бизнес-вопросах своих рассказываю, он начинает засыпать. Ну, батюшка пожилой, и так начинает дремать. Вот. И никогда он ни на один мой бизнес-вопрос мне никакого благословения не давал. Всегда уходил. Говорит, ну вот единственный раз, что действительно там хотели выкупить бизнес, а я, и тут батюшка неожиданно дремающий проснулся, сказал, не-не-не, ни в коем случае, не нужно. Хотя там какие-то деньги просто колоссальные, что до конца дней ничего не делаешь, вот, а только там вот их как бы тратишь. Вот. Не, ни в коем случае. И дальше там как бы начали все дремать. И вот этот случай случился в поворотной, потому что пришла компания другая, выкупила кусочек бизнеса за те же самые деньги, то есть, вот, ну, то есть и благодаря этому человек дальше смог потом помогать и Свято-Тихонскому университету и дальше, да, там оплачивать труд преподавателей, тоже вот как-то такой вот нести свой нелегкий такой крест благотворительный. И тоже таким образом, вот, это не значит, что если где-то батюшка скажет с уверенностью, что он именно лжестарец, он обманывает это. Нет. Может, как раз где-то, в какой-то исключительный момент, правда, вот, ну, что-то Господь коснется сердца и священник. Вот это тоже настоящее чудо произойдет. Но чудеса не бывают по расписанию. Если ты хочешь куда-то приехать и там получить чудо, такого у тебя не будет. Самое главное, что чудеса невозможно получить вот именно прикосновением какого-то места. Потому что мы знаем, например, я вот служил дьяконом у мощей блаженной Жены Матроны Московской в Покровском женском университете. У нас прямо есть отдельный вопрос на эту тему. А, давайте. Можно я вас на секундочку перебью? Я просто вижу, что к нам подключаются новые люди. Я всех рада снова приветствовать. Хочу напомнить, что в эфире журнал Фома. Если вдруг еще нас здесь кто-то не знает, мы выходим в свет уже 25 лет, говорим о Боге, о Церкви, говорим с такими прекрасными батюшками, священниками. Сегодня у нас в гостях в эфире отец Тахик и Латвин. И, в общем-то, мы и статьи пишем, и рассказываем истории о жизни людей в Церкви, об их опыте веры. И все это делаем с помощью вас, вашей поддержки. Если у вас есть желание нас поддержать, то вы это всегда можете сделать, перейдя на нашу страничку и найдя там кнопочку «Поддержать». А сегодня мы, вот тоже один из наших форматов общения, с вами, с нашей аудиторией, со священниками. Мы в прямом эфире, и сегодня мы говорим на тему чудес в нашей жизни. И вот часто, желая увидеть чудо или получить чудо, мы пытаемся найти какие-то для этого особенные места или людей. Вот как мы сейчас в последнюю часть эфира говорили про туры по старцам, так называемые. Если кратко подвести, даже не то чтобы итог, но вот то, о чем говорил последние слова от Цистахи, про то, что нужно быть очень аккуратным с такими поездками, что не нужно ездить в такие поездки людям, которые не выцерковлены, что желательно всегда иметь своего духовника и обращаться за советом только к тому батюшке, который тебя знает хорошо и долго. Или если ты обращаешься за советом к священнику в поисках совета духовного окормления, то это должна быть долгая беседа, а не просто краткий вопрос, ответ. Потому что не всегда ответ, который мы получим, мы сможем его, допустим, безоговорочно выполнить, получив какое-то определенное благословение. Вот это было краткое резюме. А для полного эфира будет сохранен, можно будет пересмотреть начало. Конечно, конечно. Я просто... У нас так много сегодня смыслов, что я сама за ними не всегда успеваю. Я хочу вернуться к вопросу. Я вижу просто вопросы наших читателей, которые оставлялись под анонсом нашего эфира и вот сегодня уже вступали здесь. Вы тоже можете задать свой вопрос, я его озвучу. Вот спрашивают у нас. Скажите, если человек просит о чем-то святого одного, другого, а потом Господь дает просимое, как потом человек понимает, какой именно святой ему помог? Ну, в том-то и дело. Вот тут очень хороший вопрос. Потому что никакой святой не помог, чудеса творит только Бог. Если ты идешь к святому, протишь его, а Богу не служишь, то никакой тебе святой не поможет. Я вот не помню, у кого, по-моему, у Лескова, что ли, был интересный такой рассказ, как притча понимания народной религиозности, как один крестьянин молился Николаю Чудотворцу, а Илье Пророку не молился. И там такая борьба была на небесах, Илья Пророк пытался какие-то гадости сделать. Ну, то есть это, конечно, абсолютно не христианское понимание, но вот так народноязычно. А Николай Чудотворец защищал, но в итоге крестьянин все-таки стал ставить свечку и у Ильи, и у Николая после этой всей истории. Вот, могу перепутать, но тоже, я думаю, потом, кстати, надо, может, даже и поискать, освежить в памяти и даже какую-нибудь публикацию на эту тему сделать. Вот как раз святые ничего не делают сами. Апостол Петр пришел и воскресил буквально там через несколько дней после сошествия суток духа на него, да, там человека, но при этом вот, ну, женщину, которая занималась таким замечательным швейным мастерством, рукоделием, но при этом воскресил меня апостол Петр. Воскресил Христос, который действовал через апостола Петра. Ты молился разным святым, неважно, всем святым, все святые, молите Бога о нас в конце молебна, мы всегда поем, кому бы мы ни молились. Вот. А действует все равно Господь. Почему это очень важно понимать? Потому что иначе мы спустимся в язычество. Вот, очень часто можно это услышать. Для нас почитание святых, для православных очень-очень важно, потому что это реальность, что обычный грешный человек может достичь обожжения, стать как Бог. И мы можем пройти его путем. И поэтому, конечно, учение святых, оно с практической точки зрения очень важно. Но когда и со стороны христиан, ну, протестантов, которые там святых не признают, начинают критиковать и говорят, да вот ваши православные как к язычнике относятся. Или мусульмане, да, тоже мусульмане могут сказать, да нет, где же у вас там единобожие, вы там вот всем святым, молитесь по всем каким-то вопросам. Одному по-другому. То приходится признавать, что, ну, на самом деле так поступают не совсем православные люди. То есть люди, да, они православные, себя считают православными, но то, что вот начинается, когда молитву святым по какому-то вопросу, прежде всего то, что касается специализации. Если какая-то специализация святого, значит, ну, точно, чепуха какая-то. Понятное дело, вот, например, великомученик-инцелитель Пантелеон работал врачом. Ему охота молиться о врачебных делах. Однако, он вместо того, чтобы дальше лечить людей, взял, пошел и умер. Мог бы дальше лечить. То есть он явно выбор, говорит, духовный вначале. Неохота лечить. Да, там, святитель, исповедник Лука Крымский, тоже врач, тоже мог бы быть прекрасным врачом всю жизнь. А он взял и принял сан священный, стал епископом, лагеря прошел. Да, потом, конечно, тоже Господь дал ему возможность людей лечить во время войны. Можно сказать, благодаря войне, потому что иначе бы никто ему и не дал такой возможности. Но тоже, если бы он остался, тихо, мирно лечил людей. Нет, есть больше. Больше. Вот Господь недаром через апостола Павла говорит, ревнуйте дарованием больших вот этой любви. И как раз нам, когда мы обращаемся ко святым, надо понимать, никакой специализации нет. Но почему все-таки священник, в том числе и я, иногда приходят люди, я вижу, они совсем не выцерковлены. Говорят, ой, батюшка, кто-то там заболел. И понятно, сейчас ты не будешь читать лекцию человека, что нет, вот это там надо молиться, причащаться, Господу мы молимся. Я понимаю, что человек у него сердце болит, он не воспринимает голова. Я его просто подвожу к какой-нибудь иконке, говорю, ой, смотрите, у нас какая замечательная Тихвинская икона Божьей Матери. Да, вот, в принципе, у меня иногда соблазн возникает, дай-ка ее раскручивать. О, у нас Тихвинская старинная икона, дореволюционная, то у нас храм молодой, а икона такая там намоленная, намольная, вот про намольность, да, особенно. Соблазн это есть. Более того, чаще того, когда вы увидите, вот батюшка, как там говорит, ой, сколько тут у нас мощи, сколько намольности. Это я помню, ездил со своими прихожанами в Грецию, Северную. Мы проезжали из храма в храм, и там греки, вот, действительно, греческие батюшки, даже самые душевные, начиналась одна и та же там. Шарманка так специально брали, выносили из алтаря мощи, то есть так к ним приложиться нельзя. Только сегодня, только для вас. Частицы мощей, вот, тоже там, говорит, как там кому помогает. Там были в одном месте, было много мощей, была еще икона святого, а мощи его не было. Его мощи на другом острове. Но люди едут к нам, потому что у нас от иконы чудес больше, чем от мощей вот там, вот от того святого. То есть начинается такое, по сути, священники, вот сегодня память порока Малахии, и он как раз, перечитайте вот вторую главу, все пороки Малахии, коротенько в интернете после окончания эфира. Он как раз священникам говорит, горе там вам, священники, вот со всеми вашими этими вещами. Потому что священник, увы, может даже сам себя в этом убедить. Ой, какая у нас чудотворная икона, ой, какое мироточение началось, ой, какие мощи. А все за этим стоит. То же самое, как и за поездкой с старцами, точно так же, как и за специальными молитвенными сообществами в Инстаграме или где-то еще желание заработать на людских суевериях. Не в ли получить поддержку от верующих людей? Потому что получить поддержку от верующих людей сложно, потому что чтобы тебе человек сделать верующим, ему надо помочь от этих суеверий освободиться. Как человек начинает освобождаться от суеверий, то ему уже не так охота ходить и ставить свечки везде. То есть я настоятель храма, и я понимаю, что каждый человек, который не ходит ко мне на службу, а ставит свечки, у него душа болит без покаяния. И он поэтому придет, свечек поставит больше. Придет прихожанин, он поставит там одну-две свечки. То есть выгоднее для священника люди неверующие, люди невоцерковленные. Выгоднее в плане материального благополучия для храма, для монастыря, для чего угодно. А вот для спасения души ровно наоборот. Ты взял где-то уступил и там, ой, ну человек неверующий, родители не хотят причинать ребенка, а я его крещу. А мне там пожертвуют что-то. Причем даже без тарифов есть. Мы не говорим о том, что где-то крестинами торгуют. Это как бы отдельная тема. И тоже это как раз увы, позволяет священникам зарабатывать, но увы, это как раз дело проповеди, которую Господь получил апостолам, епископам и священникам через епископов. Тоже как раз оно страдает. Именно поэтому будет у нас отдельный вопрос про Матрону Московскую? Да? Есть там? Нет? У меня, чтобы отдельный вопрос про Матрону Московскую, у меня был бы такой еще вопрос. Может ли чудо произойти с человеком, находящимся в религиозной суете, в процессе отцеловывания всех икон наугад? А вдруг сработает? Действительно, может. Я вот действительно, когда служил все-таки в контексте Блажины Матроны Московской, я служил в монастыре Покровском. Как я понимаю, ситуация не сильно поменялась, разве что с Украиной, с Молдавией сейчас не приезжают автобусы, потому что из-за всех событий вот таких трагических. То ситуация какая? Я только пришел, мне пришли три человека и ко мне говорили, я прихожанин, здрасте, я прихожанин, я прихожанин. Думаю, как интересно, все прихожане знакомятся. А потом три человека закончились, мне говорят отцы. А это вот у нас только три прихожанин есть. Каждый день приходят люди, но они не прихожане. Они приходят вот именно постоять в очереди, потом заходят в храм заодно. Не все в храм заходят, кто-то приложился к мощам, но служба не зайдет. То есть, тем не менее, для человека далекого от воцерковления, для него сходить и постоять где-то в мощи, вложенной Матроне Московской, это может быть хорошей ступенькой. Вот у меня тоже там, например, наша там ответственная за социальную деятельность, она сама мне рассказывала, что сейчас, ну там труица на приходе, там волонтерская деятельность, вот что она тоже много лет ездила только к Матроне, стоять в очереди. Потом раз-раз-раз как-то вот тоже что-то там произошло, что-то подвинулось, и она вот решила все-таки пойти, там поисповедоваться, причтиться. Поэтому для некоторых вот людей это может стать выходом. И поэтому, правда, если вот, например, вы уговариваете родственника, ну пойдем на исповедь сходим, праздник такой, да, помолимся вместе в храме, может причтишься, а человек ни в какую из года в год, ему как раз можно сказать, ой, привозит мощь святителя Николая в храм сюда спаситель. Ой, поехали, съездим в Диевеево к Серафиму Саровскому. Ой, пойдем просто постоим часик в очереди к мощам Матроны Московской. Для такого человека это будет шаг вперед. Он отрывается от суеты, он идет просто из каких-то своих утилитарных соображений, ради интереса какого-то там, праздного и так далее. Но может для него это шаг вперед. Есть человек верный, есть человек там уже воцерковленный, а он идет и правда старается побольше чудотворных икон поцеловать, чтобы что-то вот с этого получить, какой-то духовный эффект, то это шаг назад. А мы помним, что Христос это путь истинной жизни. То есть ты к Христу либо идешь к Христу, либо от Христа удаляешься. Если ты смотришь, ой, сколько людей идут к Матроне, и дарька я тоже вот это буду там выстаивать очередь, нет, тоже, почему бы и нет. Если выходной у тебя день, ну, сходи, съезди в монастырь, постой в очередь, там, помолись. А вот уточняю, это не будет являться православным суеверием? Вот тоже паломничество к Матроне. Нет, это такое же обычное паломничество. То есть ты берешь и решаешь, я приду и на морозе в очереди постою вот какой-то вот. Я хочу так провести свой день. Всегда день же интересно производить разнообразно. Ты сначала постоял на морозе, помолился. Если ты стоишь и не молишься, а только залишься, что очередь медленная ходит, ты сразу можешь перейти, вот как я что хотел сказать, ты стоял в Матроне на морозе, потом пошел куда-нибудь там в гости или в кафе, попил чайку, согрелся, да, и то есть у тебя как-то вот насыщенно. А если ты стоишь на морозе и тебя действительно только ты злишься, только ты раздражаешься, какие все там медленно, как кто-то прикладывается или кто-то там без очереди проходит или еще что-то, не надо стоять, выходи. Тебе пользы не будет от того, что ты отстоял. Иди сразу. Вот ты постоянно помолился. Кстати, вот у нас, например, с женой не было детей достаточно долго. И привезли, после этого никогда не привозили в Храм Святого Спасителя ничего зимой, всегда привозили летом. Но тогда были только вот таких массовых завозов святынь. Первые опыты привозили часть пояса Богородицы с Афона. И мы пошли стоять, причем в ночь, ну поскольку нам кто-то сказал, что ночью меньше народу. А ночью там автобусы из регионов только подъезжают. И мы стоим, стоим тоже уже и спать охота, и холодно. В итоге мы ушли, просидели, и у нас не было денег на такси тогда, то есть, но мы пришли и заказали какой-то кафе там, как раз, видимо, чтобы под очередь не закрывалась на ночь, заказали какой-то там чайничек, самого дешевого чая, и до открытия метро с утра просидели. Да, потом вот проездное благо у нас было, до дома добрались. Вот, то есть, я не считаю, что, ой, моя вера такая слаба, я там не стал стоять. А кто-то, вот я знаю, да, простоял 14 часов на морозе. Вот, но тем не менее, там ребенок уже третий, вот который, да, то есть, что все равно дети есть, связаны ли это с тем, что тогда мы ездили, но может тоже Господь увидел наше какое-то, ну, желание. То, что, нет, то, но то, что мы не отстояли и даже такой задачи не ставили, то есть, я не переживал. Я говорю, ну, мы попробовали, но нет, но как бы, что мы будем стоять, только мучиться, даже не то, что заболеть, а просто вот стоять и злиться. Я лучше не пойду, а все равно Господь дал. Господь действительно, то есть, даже за не приложение частицы пояса Богородицы. Вот так. Диастахи, вот пришел вопрос, как может быть икона чудотворной? Ведь в Библии написано, не создая изображения, ни того, что на земле, ни того, что на небесах. Ну, и вообще, вот часто мы слышим про чудо мироточения иконы. Вот как это все пояснить? Да, ну, тут два вопроса. Первый вопрос, обычный, стандартный, такой вот, с протестантских уловок, это как будто человек застрял в Ветхом Завете. Как будто Христос не приходил. Господь взял в Ветхом Завете, дал запрет на изображение. Потому что Христос не пришел, говорит, кого бы изображать будете? Бог еще нет на земле. Не воплотился, еще Бог не пришел, неси. А потом, действительно, порой, вот, ну, наши собратья протестанты и те, кто страдает от их, там, агитации, сейчас же агитацию никто не вылавливает на улице, сейчас в соцсетях начинают бомбардировать. Даже на меня, вот, таргет рекламный, там, ВКонтакте захожу, у меня столько протестантской рекламы, видимо, поскольку я публикую на духовную тему, то на меня автоматическая настройка попадает. Я поэтому, все новости самых разных протестантских, каких-то там, динаминаций, мимо меня не проходят. И вот, как раз, здесь-то долго углубляться не будем, это немножко в шаг в шторм, сейчас вернемся именно к вопросу чудотворения, что нет, конечно, Господь воплотился, Господь, Бога не видел никто никогда, единородный сыночий, да, тот явил. Вот у нас есть слова уже, которые показывают нам библейские, что все, Господь являет. И мы действительно изображаем, и самый главный образ, который он должен быть в человеке. И поэтому главный святой человек, это, представь, Богородица, превыша Херема и Серафима, кто больше всего смогла приблизиться, соединиться со Христом. Поэтому, конечно, что-то изображать можно, но тоже можно более подробно, хоть целый эфир на эту тему проводить, про иконы, про почитание, про догматы, про Седьмой Вселенский Собор, про торжество православия, про возобновление иконоборчества, там, в протестантские времена, после победы над ним, как вот бывает, забытые болезни. Сибирская язва спит, а потом раз и опять распространилась. Но именно вот чудотворная икона. Что такое чудотворная икона? Чудотворная икона – какой-то искренне помолился. Господь посчитал, что ему поможет чудо в его жизни, он это чудо совершил. А ты пришел, например, перед ней помолился, а тебе Господь чудо и не совершил, потому что ты его не заслуживаешь. Или ты взял, достал иконку из кошелька, маленькую распечатанную, там осталось, вот взял, помолил тебя, тоже вот это чудо произошло, потому что ты сейчас, и вот эта иконка, перед которой ты молился, стала чудотворной. Чаще всего, все равно называют чудотворной эту икону, которую вот мы действительно очень много веков там почитаются, много веков назад написаны, и поэтому действительно перед ней просто чисто хронологически люди успели получить больше чудес. Именно поэтому ничего плохого нет, когда там, ой, список чудотворной иконы. Вот у нас нету оригинала Казанской иконы Божьей Матери. Есть почитаемые списки. В Еловском Богоявлянском соборе, в Москве, вот где я был чтецом в студенческие годы, в Питере, в Казанском соборе, в Казани, иконы, причем она хуже не стала от того, что в кабинете у Папы Римского висела. Хотя наверняка там многие, кто любит прийти, там благодать подчеркнуть, если им это сказать, они такие сразу, ой, зачем мы сюда там пришли, как-то она там вот все благодать в Ватикане все растеряла. Нет, нет, конечно, вот это вроде тоже в списке, но тоже перед ними уже сотен лет, пусть и не столько, как перегинал, молились, и тоже можно чудеса получить. Более того, мы видим, как чудеса являлись, исцеление, икон совершенно ново написанных, вот какая-нибудь икона или скоропослушница, да, там икона новая, на Руси вообще никогда не было, стали на Афоне писать списки, присылать Афонские монастыри, за счет этого жили Афонские монастыри, паломничество до революции, это сложная вещь, это сейчас сел на самолет, прилетел, пожертвовал на Афонский монастырь, ну и живет в монастырь, а тогда-то, ну как вот с Руси матушки в землю берут, монахи пишут, трудятся, иконы скоропослушницы отправляют на Русь в разные храмы, и тоже люди молились, чудеса получали, поэтому, конечно, надо понимать, что это фразеологизм, да, что не нужно придавать чудотворной иконе богословский смысл, это просто литературное выражение из нашего языка, общепринятый термин, не богословский, а некоторый, можно сказать, культурный оттенок носящий. Те, Стахи, у меня еще такой вопрос, к вам как специалисту по паломническим поездкам, вот нам пишут, часто паломнические поездки напоминают забеги на широкий охват всех святых и достопримечательностей, все мое существо сопротивляется такому подходу, на каждый храм по пять минут, успеть приложиться ко всем иконам и дальше на рысях, лучше в одно место на три дня, хотя бы с погружением и молитвой, тогда можно духовный опыт и пользу получить, по моему мнению, а что вы думаете по поводу вот таких поездках и качественном подходе? Действительно, люди разные, есть люди очень неторопливые, есть кому раскачаться тяжело на подъем, но зато они более основательны, это во всех делах, не только там в паломнических поездках, то есть есть человек, который берет, он долго раскачет, взял какое-то дело, он его медленно делает, но будет гарантированный результат, то есть и руководителю нужны в любую организацию разные люди, такой человек тоже нужен, что ты знаешь, да, он протормозит, он не проявит, может, инициативу, но вот зато он сделает просто на 200% дело, уж есть он взялся, он все верет, и бывают там люди другого склада характера, которые наберут, они там просто вот дело к делу, может, непоседливость, может где-то больше по верха, но зато больше охват получается, поэтому люди разные, поэтому каждый смотрит что-то для себя, мне действительно кажется, что наша жизнь очень короткая, поэтому чаще всего, когда люди приезжают, например, едут, вот мы там на весь день только в одну оптину пустим, и они берут, ну и просто уже и приложились, и помолились, и просто люди бесцельно по монастыре ходят, и чаще всего это просто время тратится для чего, ну и идут в церковную лавку, там рассматривают, устраивают себе православный шоппинг, ну идут пончики монастырские поели, ну идут еще там, ладно, уже тут ко всему предложили, чтобы сделать, дай-ка фотографии сделают, у могилки старцев, у могилки новомучеников, у могилки храма, и так далее, то есть все равно человек, я просто по среднестатистическому человеку не вижу вот такой молитвенности, я человек, наоборот, мне, ну можно сказать, более непоседливый, мне охота, вот есть день выходной, есть средства, которые там ушли там на аренду автобуса, и что, конечно, лучше успеть побольше, другое дело, что, ну описан какой-то там ситуации, когда на каждый храм по пять минут, ну это действительно ненормально, надо, главное, что не тратить время на бесполезные вещи, например, люди приезжают, ну тоже некоторый опыт вот наш паломоческий поездок, уже там мы несколько лет ездим вот так прихожанами, и уже те, кто постоянно ездят, они в принципе приучились, а те, кто только присоединяются, иногда, я уж даже забываю объявлять, начинают, приехали люди в храм и начинают писать записочку, то есть по сути они не могут помолиться никуда, потому что они стоят в очереди за ручкой, в очереди за бумажкой, да, то есть они тратят время ни на что, или там идут даже вплоть на того, надо вот здесь там саркаусты подать, и выстраивается в очередь там бабушка, которая не привыкла, она привыкла, что приходят 10 других бабушек на службу, вот в сельский какой-то храм, и что приехал автобус большой, все там подают саркауст, еще там зачастую там начинается то, что в регионах сохранилось там простая, заказная, с танцами записка, там с бубном, еще с чем-то, ну какие только не придумают, то есть начинают всякие градации, и то есть человек вместо чтобы помолиться, приложиться, чуть-чуть в тишине храма постоять, узнать что-то о нем, и так далее, он проводит время в православном шопинге, вот каких-то духовных услуг, тут, чтобы этого не было, всем действительно напоминает, Господь, Он для того, чтобы понять, что мы хотим помолиться за родственников, Ему не нужна подсказка в виде записки, записка, это форма сбора вот такой церковной десятины, если ты пришел в сельский храм, то тебе не обязательно там писать записки, подавать с ракоустами, если никого нет, ну подойди, подай, а так ты возьми ту сумму, которую ты хотел на записки с ракоустами, чтобы никто не видел, в ящик опусти, вот, и потом батюшка со старушкой с казначеем будут скрывать ящик, вот у них радость будет, да, и они искренне помолятся, того человека, который больше не знает его имени, куда бы лучше, чем то, что вот тот человек, который там, ой, очень много времени, я вижу, ну вот, когда человек от этого освобождается, то, на самом деле, поскольку все равно ездят люди разные, и тоже все равно человек там, вот приезжает, у нас там автобус, там 30 человек, из них 5-7 человек все равно встанут, и они будут вот там встать в очередь, писать записки, подавать с ракоусты, ну им это интересно, может они устали уже молиться, но зато все остальные могут вот эти там полчасика в храме, 5 минут, конечно, не годится, еще я знаю, откуда это 5 минут, вот иногда просто бывает такой обман, говорят, поездка однодневная, она бывает на полдня, человека взяли, увезли, довезли, и потом в середине дня после обеда обратно, ну потому что ты деньги фирма, турфирма собрала, и, ну на сути, вот как сейчас молоко, все же обратили внимание, что не по литру, а по 900 грамм, и соки, ну ты вроде, то же самое у тебя есть, а объем меньше, поэтому чаще всего, вот как раз такой забег, это бывает, когда люди ездят вот так, чтобы уже в середине дня, потом они в 6 часов вернулись в Москву, если ты на день уехал куда-то из города в паломническую поездку, то ну ты раньше там 11-12 точно не можешь вернуться, потому что пока храмы открыты, ты куда-то приехал, просто бывают провинциальные города, там действительно рано закрывается, приходится там договариваться, там раз где-то в 3 часа, ты специально звонишь, говоришь, ой, батюшка, может ли нам кто-то открыть вот в 5 часов вечера, там потом возвращаешься обратно, что говорится все-таки о многодневных поездках, многодневные поездки, они куда более продуктивные, потому что правда без литургии паломничество, оно не очень полноценно, когда вот мы едем по субботам в паломническую поездку, все-таки это у нас подготовка к литургии, человек вместо того, чтобы заниматься шопингом, очередной там уборкой, полезное очень дело, да, там дома, еще чем-то, он весь день проводит в паломничестве, а потом приходит на воскресную литургию, причащается, он хорошо подготовился, иногда и люди говорят, ой, батюшка, я там не вычитывал, говорю, паломничество, а что ж ты делал? Ты там в одном храме помолился, в другом помолился, как ты еще лучше помолишься, да, если какой-то там текст и читаешь дома, помолитва слова там, помешивая суп там на плите, конечно нет, конечно, многодневные паломничества лучше, лучше, потому что, когда вот мы ездим, вот ездили мы в Грузию, мы периодически, вот не каждый раз получалось, но мы приехали на литургию, помолились на литургии спокойно, потом поехали дальше, тоже на самом деле, кому-то правда легче молиться в одном месте, кто-то вот такой, ну больше там домосед, и поэтому даже паломничество тоже такой вот выбраться в один день, в одном монастыре, тоже это в чем-то хорошо, но тогда уж лучше ехать не в паломничество, а в трудничество, то есть вот я помню, мы, где собственно там вот с женой познакомился, у нас были от университета Пескина Волан, в один монастырь, мы ездили, ну послушания были разные, то на поле, то дрова, то там печку я разбирал, но все равно служба одна этажа, и так месяц целый, вот это прям очень основательно, но ты там не просто зависаешь вот днями, а ты еще какую-то пользу делаешь, потому что молиться три дня человек не сможет, мы знаете кто, вот в монастырях же схема великая, это человеку говорят, ты уже настолько опытный монах, что ты можешь не заниматься никаким трудом, а только молиться, а обычный человек, если он приедет на три дня в одно место, это у него будет как некоторый дом отдыха, что я вот пришел, чуть-чуть помолился, тут посидел на речку, посмотрел, тут я сходил к источнику, окунулся, то есть, ну такой релакс получается, и это не получается, что ты какой-то паломнический труд сделал, а ты на самом деле, ну просто чуть-чуть отдохнул, тем не менее, иногда, можно же не обязательно радикальный вариант, тоже очень хорошо, если ты отправишься в отпуск, ты устал, и тебе охота просто отдохнуть, и ты чистой совестью приезжаешь в какой-то монастырь, заселяешься там в гостиницу, кушаешь в хорошем этом кафе городском, где-нибудь там в Суздале, например, и ходишь, просто гуляешь нигде не спеша, ты не обманываешь себя, что ты исключительно в паломнической поездке, ты что-то делаешь, то есть, это все тоже можно, Господь не против нашего отдыха, Господь не против нашего комфорта, но не против того, что если мы за день чего-то побольше повидаем, увидим, запасемся, потому что, конечно, еще чем невозможно, Вы так это прекрасно рассказываете, что уже не сидится на месте просто, мне кажется, нам нужно делать отдельный просто эфир про паломнические поездки, или вам просто ехать в паломническую поездку и вести онлайн-трансляцию, потому что это очень интересно. Но это мне надо одному ехать, иначе я вживую не могу людям время посвящать, а так, в принципе, у меня в актуальном в сторис много кружков с разными городами, поэтому после эфира можно зайти. Все время как не зайду к вам на страничку, ваши сторис, это всегда рассказ о разных городах, храмах, всегда очень интересно. Отец Стахи, я просто вижу, что наше время подходит к концу, хочу задать вам такой заключительный вопрос и вернуться немножко в начало нашего эфира, нашего беседа именно про чудеса. Вот вы обратили внимание на то, что мы часто пытаемся найти чудо, и это приводит нас к тому, что мы ударяемся в мистику, или вообще есть опасность того, что некоторые чудеса, как нам кажется, они вообще посланы не от Бога, и мы начинаем видеть то, чего нет. Вот как здесь с одной стороны все-таки различать участие Бога в нашей жизни и видеть те чудеса, которые он нам посылает, а с другой стороны не перейти эту грань и не попасться на какую-то другую уловку. Вы не могли бы эту грань провести и как-то нас на это все наставить, вдохновить? Эта грань на самом деле очень тонкая. Мы знаем вот Патерики, там как видение Антония, что как бы может даже сам сатана в образе Господа явиться, без в виде ангелов. И даже человек молитвенный святой жизни может на это попасться. Поэтому и у нас всегда, а если это святые люди так попадаются, то нам и подавно можно попасться. Поэтому мой частный подход, мой вывод из этой ситуации наоборот не доверять чуду, не пытаться. То есть лучше ошибиться, Господь не обидится, если он нам пошло чудо, а мы не будем его воспринимать как чудо. А зато на сатанинскую ловку мы действительно, то есть ну вот как если тебя предложают, ой, пойдем, я тебе угощу конфеткой, возможно, тебе правда конфетку угостят, а возможно, тебя расчленят, да, там их где-то закопают. Вот. Поэтому тут уж лучше без конфетки остаться, чем расчленителю попасться. Вот. Однако, тем не менее, при этом нужно быть постоянно Господу благодарным. Даже если мы чудо не видим, все равно, Господи, спасибо, замечательный день прошел, может было чудо, может не было, но я все равно тебе благодарен. Потому что прежде всего к ложным чудесам приводит гордость, желание вот какого-то особого для себя, чтобы не как у остальных, не как у всех, а чтобы мне именно Господь что-то такое сделал. Потому что я просто молодец. А настоящее чудо находится наоборот от смирения. Ты берешь, просто вот живешь, доверяешь Богу. Вот, например, тоже возвращаемся в Евангелие недаром основа нашей духовной жизни. Вот я вначале говорил про фарисеев, которые требовали знамения с небес под заказ. Господь сказал, не дастся вам. Апостолы не требовали, они просто ходили за Христом. Тоже были бестолковые, тоже не понимали, тоже потом все его убежали от него, когда его схватили на распятие, повели. Но зато, помните, как раз, когда Господь взял и на Галилейском озере запретил ветрам и волнам. Это же знамение с небес. Ты берешь и просто вот ветрам говоришь, ветра не дуйте. Это вот то самое, что хотели фарисеи по заказу, апостолы получили без заказа. То есть я вот на самом деле советской литературе, хоть она атеистическая, но писали, что люди выросшие в христианской среде. И вот я вспоминаю, как незнайка в солнечном городе ему нужно было сделать добрые дела так, чтобы он не ради того, чтобы там как-то вот колдовство разрушилось, а просто от чистого сердца. Вот точно так же и нам надо от чистого сердца относиться к Господу, к каким-то событиям в своей жизни, к окружающим людям. И когда мы не будем держать запрос на чудо в голове, оно обязательно будет происходить. Мы можем его не замечать, оно все равно будет происходить. Мы где-то когда-то заметим, оно вот будет происходить. Потому что в принципе чудо нашей самой жизни. Если мы посмотрим, я говорю, вот чудо нарушения законов физики, законов биологии, это разные законы. Биология вся, все законы биологии, они противоречат законам физики. Да, вот биология, жизнь просто, даже не жизнь души, а жизнь тела, это вот законы термодинамики второму, ну противоречат уже. То есть физик должен отрицать, что биологическое существо. То есть вокруг нас столько таких чудес, что просто главное нам вот смотреть, что нас приближает к Богу, это полезно. Если мы что-то заметили, вдохновились к Богу, приблизились хорошо. Если мы в момент уныния заметили чудо и вышли в норму, хорошо. Если мы в момент гордости заметили чудо и подумали, ой, какой молодец, это плохо. То есть одно и то же чудо, одно и то же событие нас к Богу может либо приблизить, либо оттолкнуть. Поэтому древо познается по плодам. И вот, ну поскольку окончательно оно будет познаваться только в Царстве Небесном, точнее на страшном суде перед Царством Небесном, какие плоды были, то лучше не доводить до финального отчета. А вот как студента помогает, его не сразу на защиту выпускают, а его на кафедре периодически разбирают, его работают. Не чтобы его помучать, хотя все студенты боятся, да, там, что когда их начинают на кафедре песочить. Нет, это помощь. Точно так же и Господь и нам порой через какие-то испытания и через какие-то просто, где мы сами остановились, оглянулись, посмотрели, дает возможность понять. Ой, я иду в нужном направлении, и Господь меня маленькими чудесами подбодрил. Спасибо вам большое за такой вдохновляющий ответ и вообще в целом эфир. Я хочу в конце поблагодарить всех наших зрителей и слушателей и сказать еще вот о чем. Вот в это рождественское время и накануне праздника Святого Богоявления мне кажется, что мы тоже все в силах сделать свое маленькое чудо. И можно это сделать, например, вот каким образом. У нас сейчас идет в журнале ФОМА акция, называется «Пять добрых дел на Рождество». Это несколько историй о людях, которые нуждаются в нашей помощи. Информацию об этом вы можете найти в наших закрепленных сторис и оказать посильную помощь. Вот мне кажется, что мы все в силах делать такие маленькие чудеса и наполнять эту жизнь, которая и так является чудом, как сказал только что отец Стахий, тоже чудесами. Спасибо вам большое еще раз, отец Стахий, что провели с нами этот вечер, что так много нам всего рассказали. Очень-очень вам благодарны. И всем зрителям... Спасибо, да, Анастасия, за беседу, за то, что где-то давали мне разогнаться, где-то меня наоборот так структурировали. Приятно с вами общаться. Те, кто попозже подключился, правда, вот эфир будет сохранен на страничке журнала Фома, поэтому можно его будет пересмотреть. Поскольку, ну, разбирали вопросы и суеверия, то тоже можно им будет поделиться. Если кто-то очень любит, например, действовать чудотворные иконы, доисподи не добирается, ну, может, с ним тоже поделитесь там, этим эфиром. Ну, и тоже, кто вот через страничку Фома вышел на эфир, не подписался, подписывайтесь и на мою скромную страничку. Вот про поломничество уже Анастасия сказала, что там постоянно чего-то как раз есть. Вот. Ну, а те, кто через мою страничку пришел, тоже, кто на журнал Фома еще не подписан, обязательно нужно сделать это. Дорогие зрители, спасибо вам большое, что были с нами. Очень и очень рады вашей обратной связи. Всем доброго вечера и хорошей продуктивной недели и с наступающим праздником. Богом. Спасибо, Господи. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok